Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, предлагайте темы для обсуждения, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Может быть, вы уже звонили нам, но не смогли дозвониться, и это можно сделать сегодня. — Да, мы знаем, что наши коллеги, работающие на телефонах, говорят, что вы звоните в другие промежутки времени, естественно, мы ответить вам не можем и обсудить какие-то важные вопросы не можем. Поэтому, ну вот у нас есть вот это время, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, соображения, вот, наверное, это сейчас и стоит делать. А то мы с Еленой здесь обсуждали, где люди, которым важно что-то спросить или что-то обсудить, на протяжении нескольких передач не было звонков. Оказывается, вы есть, но мы как-то не совпадаем по времени. Пока живем в разных часовых поясах. Давайте будем находить друг друга. — Алексей, в прошлой программе мы говорили с вами про панические атаки. Еще программу назад мы говорили про депрессии. Продолжим сегодня разговор? Или вот есть тоже темы, которые были предложены нашими телезрителями? — Ну, чтобы не повторять, может быть, одно и то же, хотя некоторые говорят, что повторение «Мать учений» — это вообще хорошая вещь. Но повторение сопровождается каким-то беспамятством периодически, да? То есть мы повторяем и одновременно, мне кажется, плодим беспамятство. Ну, это совместимые вещи, связанные. — Поясните. — Ну, если я знаю, что мне что-то повторят, что-то напомнят, то, возможно, я где-то там внутри сильно запоминать не буду, потому что я каждый раз могу спросить, мне каждый раз напомнят. — То есть перекладываю ответственность на другого, в данном случае на вас, как на врача-психотерапевта? — Я думаю, что, кстати, вот мы неожиданно сейчас заговорили по поводу переложения ответственности. Я вот стал думать о том, что мы ведь как люди начали трансформироваться в это время, в которое живем. Что я имею в виду? Большая часть тех функций, которые мы раньше числили за собой, ну, или, скажем так, мы сами их выполняли, они распределились не только среди людей, но и среди вещей. То есть, грубо говоря, функцию запоминания взяли на себя наши замечательные устройства, которых 2, 3, 5, 10 лежат рядом. — Функцию запоминания телефонов, запоминания адресов, запоминания фамилии и имен. То есть это ничего не нужно запоминать. — Я даже подумала, вот узнала буквально на днях, что у нас земля стала вокруг своей сети чуть-чуть побыстрее крутиться, и из-за этого у нас в сутках стало меньше, чем 24 часа. И первая ассоциация, которая мне пришла, это то, что сейчас нет необходимости у людей корректировать это время вручную, автоматически. Время через интернет позволяет сразу весь мир охватить, когда эту корректировку делают, сразу синхронизация происходит одновременно у всех. — Ну, вот да, вот эта идея о том, что часть памяти за нас взяли, памяти во всех смыслах хранения чего-то, хранения какой-то информации, напоминания. То есть у нас есть будильники, да, какие-то вот такие всплывающие постоянные подсказки. Вот. Мы, безусловно, быстрее добираемся. Мы, как это, часть таких моментов, связанных с близостью, с вниманием, с проявлением внимания к другим людям, взяли часть служб. Кто-то может доставить цветы, да, не нужно ехать куда-то, собирать, рвать этот букет, кто-то уже его срезал, вырастил и так далее. — Ну, много можно описывать, да, если возвращаться к нашей тематике и к необходимости повторять или не повторять информацию, связанную с движениями души, с процессами какими-то психическими? — Ну, да. Тут ничего не попишешь. Противостоять, я думаю, этому не получится. Получится только, ну, каким-то образом принимать, может быть, личные решения, как конкретно я или вы в этой ситуации себя ведем. Запоминаем или не запоминаем, да, пишем тексты или читаем и так далее. — Вот. Но вы сказали, к чему вернуться. Я бы еще вернулся вот к этой идее, она мне нравится, идее такого системного, что ли, взгляда на расстройство, на болезни, на то, что происходит, ну, внутри семьи или внутри, ну, окружения. Все-таки ближайшее окружение пока, по крайней мере, мы называем семьями. Возможно, со временем, через длительное время это будет как-то по-другому, но мы пока еще организованы как семейные существа, да, причем наши семьи сейчас, ну, просто испытывают натиск на границы, они трансформируются, они по-разному состоят из разных участников, вот, животные становятся частью семьи, ну, и так далее, так далее, так далее, да. — Вот. И, ну, вот, разговор о том, что какой-то симптом, какое-то нарушение, ну, дети очень хорошо это показывают, да, может быть, частью семейной системы. Возможно, паническое расстройство, то есть не просто возможно, мы можем рассматривать это с позиции вот события внутри семьи, да, то есть у кого-то внутри семьи это возникает, скажем так, по прежней схеме, по более классической схеме, этого кого-то выдвигают или он сам выдвигается в кабинет психолога или психотерапевта, потому что, ну, это ему плохо, да, это у него там тревога, еще что-то, вот, а все остальные, в общем, ну, благословляют его на это или, может быть, выдавливают, ругают его, иди лечись, так далее, да, и мы тебя ждем. По-разному бывает. Мне сейчас на память приходит история, где у одного члена семьи возникают панические атаки, и сначала семья участвует, да, там, на уровне исследований вот этих медицинских, которые там человек проходит, ну, не знаю пока еще, что это панические атаки. Потом, когда приходит понимание, что необходимо обратиться за помощью к психотерапевту, вот этот член семьи, ну, даже не буду обозначать там мужчина, женщина, неважно, идет за этой помощью, но при этом семья начинает, во-первых, испытывать сильнейшую тревогу, а что там в кабинете у психотерапевта, там он надумает, напридумает и вернется к нам измененным, и начинает очень сильно сопротивляться вот этой психотерапевтической помощи, ну, и происходит обесценивание вот этих страданий, которые испытывает человек. Ну, попутно, да. И потому, что это другая позиция, другая модель, да, вы описываете, где, наоборот, выталкивают за помощью, а есть вот где хотят, наоборот, забрать из психотерапии семью, оставить все как есть. Ну, я бы не ставил их в контрпозиции, я бы сказал о том, что есть целый веер позиций семейных, их наверняка можно свести к каким-то, ну, как-то ранжировать, вот, но то, что это событие для всей семьи, для всей семьи, даже если эта семья состоит из двух человек или там из одного человека, да, из трех, из пятерых, неважно, вот, это событие, и то, о чем вы говорите, как реагируют близкие, близкие реагируют с интересом некоторые, да, они вполне закономерно спрашивают, а что вы там делаете на психотерапии, а поскольку, ну, я не знаю, коллеги, что, как вы меня поддержите или нет, поскольку о психотерапии вообще, о происходящем в кабинете психотерапевта или психолога, очень трудно говорить людям, которые не связаны, что вы там делали, говорили, о чем, ну, о том, что меня беспокоит. Ну, и не перескажешь. Да, да, а что именно вы говорили, какие вопросы задавал специалист, ну, я не помню, а дал он тебе какие-то задания, может быть, упражнения, то есть такой язык более понятный, да, домашние задания, ну, нет, не дал, вот, а что ты тогда там делаешь, а что ты туда ходишь? Проходит там, я не знаю, может быть, какое-то количество времени, возникает старая ситуация, старый какой-то симптом, но та же самая паническая атака, и близкие своего вот этого выделенного пациента спрашивают. Ты уже две недели ходишь, и у тебя, ну, в общем, да, ну, это такая, да, некоторые с интересом, и так далее. Вот мы об этом пытаемся говорить, о том, что, в общем, в какой-то степени, в определенной, и вот этот взгляд, на мой взгляд, да, из того, что я вижу, потихоньку сдвигается, во-первых, к тому, что интерес к психотерапевту становится все больше у семей, он по-разному может оформлен быть, мы об этом сказали, в какой-то степени психотерапевты, как бы они не хотели сохранять, мы, нейтральность, индифферентность, ну, в смысле быть вот этим самым, там, каким-то пустым экраном, на который, да, пациент, с которым приходит, отстраненным такой, да, пришел пациент, мы что-то поделали, и так далее. Все равно, так или иначе, хотя бы на уровне рассказа, на уровне нарратива, как мы сейчас говорим, на уровне истории, психотерапевт становится частью семьи. Хочет он или не хочет, да, его обсуждают. То есть неким элементом, который становится частью этой системы целой, да, про которую вы говорите. Да, его обсуждают, на него ссылаются, жене становится плохо через какое-то время. На него злятся. На него злятся, муж говорит, так, все, тебе пора идти к твоему психотерапевту, или к твоей, к твоей, вот, ну, там, вот этому специалисту, да, все, иди туда. Иди к своей психологине. Да, к своей психологине, иди советуйся, приходи, здоровый. Вот, поэтому, ну, вот, эта система таким, я бы вот поговорил с нашими зрителями, если будет этот отклик, и нам с вами, но я, по крайней мере, об этом думаю, что, еще раз, об этом так можно думать, и это продуктивные размышления, каким образом симптомы, жалобы одного человека показывают, указывают на какие-то события, происходящие целиком в семье. Кто-то не спит, что это значит для семьи, да, ворочается, жена ворочается и не спит ночью, у нее бессонница. Что делает муж? Он уходит в другую комнату, говорит, мне завтра рано на работу, вот, я не могу так спать. Если у него есть другая комната, он уходит в другую комнату. Или он как-то, не знаю, алкоголизироваться начинает или что-то еще принимать, чтобы крепче спать. Или он не спит вместе с женой и что-то с ней обсуждает, и, ну, утром не высыпается, да, то есть как-то это все равно вот в семье начинает существовать, иметь какое-то определенное значение, да, и иногда содержится как симптом достаточно долго, ну, вот, внутри этой системы. Каковы шансы научиться видеть вот эту взаимосвязь между элементами, да, понять, кто как влияет? Или это только люди, которые уже обратились к специалисту, которые осваивают, ну, новое видение, ну, новый такой мета-взгляд сверху, да, на то, как вот члены семьи между собой взаимодействуют. Ну, могу пример привести, да, тоже далеко ходить не буду, сейчас были выходные, в парках, в карусели, много семей с детьми. Вот одни дети, ну, особенно если там в семье там два-три человека, очень часто можно наблюдать картину, что один ребенок начинает капризничать, а я вот хочу туда, взрослые говорят, нет, мы туда не пойдем, и потом вот там старший или даже младший брат или сестра говорит, ну, давай я с тобой схожу, то есть... Такая детская солидарность. Вот детская солидарность, но солидарность ли это? То есть вот в этой небольшой такой истории, может быть, там еще какие-то стоит добавить акценты, чтобы было понятнее. Я к чему, что вот этот ребенок, который берет на себя функцию там сопроводить другого, он не всегда, возможно, хочет именно идти в том же направлении, у него в этот момент свои какие-то желания, но он выполняет некую роль в этой системе, стабилизирующую роль. То есть вот, не знаю, какими последствиями это может, да, или вот как в процессе роста личности вот этого ребенка, который начинает приспосабливаться к своему брату или сестре, как это может повлиять на его развитие? Пока мы ждем звонков, предлагаю вам пофантазировать. Широкий спектр, да. Я могу только откликаться своими какими-то историями, которые услышал и с которыми люди приходили. Ну, то есть вот то, о чем вы говорите, да, это… Взрослые так, вам же приходят взрослые. Они наверняка рассказывают про свои отношения с братьями и сестрами, как это было в детстве устроено и как родители занимали позицию, возможно, того или другого. Я откликнусь вот к какой истории. Неоднократно. Сейчас вот лето, дачная пора, пожилые супруги, горожане регулярно ездят на дачу. У них там что-то, у вас там что-то посажено, у вас там зачем-то нужно наблюдать, поливать и так далее. Пожилые люди, люди уже с болезнями, с какими-то такими отягощенным анамнезом, как говорят врачи. И вот, ладно, когда… Да ну нет, не ладно. Одному из них кому-то становится хуже в городе. И возникает дилемма, ехать на дачу или не ехать. Ехать вдвоем или ехать одному. То есть вот женщина, например, с таким непонятными расстройствами, у нее там бессонница, у нее слабость, у нее страхи какие-то, у нее какая-то тревога. Вот что-то с ней такое происходит, сердце болеет, она обследовалась, в общем, ну на фоне того, что у нее уже есть, там, стенокардия, гипертоническая болезнь, еще что-то. Вот вроде ничего нет, она получает специфическую терапию, но что-то с ней происходит. И, в общем, она вот сообщает примерно такой разговор. Мы с мужем разговариваем. Я ему говорю, нет, она говорит, я не могу ему сказать напрямую, не поезжай на дачу, хотя хочу, чтобы он остался дома, рядом со мной, потому что мне тревожно, потому что мне страшно, но при этом я знаю, что ему важно поехать на дачу, полить там те растения, которые там есть, ну что-то там еще зачем-то за домом понаблюдать и так далее. И здесь целый айсберг, целая история разворачивается, история супружеских отношений на этом периоде, где она по каким-то причинам, я пока не раскрываю и пока не знаю, по каким-то причинам ей становится хуже. И она хочет остаться в городе в связи со своим состоянием. Можно, конечно, фантазировать, что, может быть, она вообще хочет остаться в городе, почему-то не хочет. Может быть, она хочет, чтобы муж, ну, что-то продемонстрировал. Например, он сказал примерно такую вещь. Слушай, дорогая, я вижу, что тебе плохо, я сегодня останусь с тобой. Ну, растения переживут, ты для меня важнее. Может быть, она эти слова хочет услышать и, может быть, не совсем отдает себе отчет в этом, а, может быть, отдает, да. Но она не просит об этом и не говорит об этом напрямую. «Останься со мной», потому что она говорит, я понимаю, что для него там тоже важно. И, в общем, вот начинается вот эта целая вселенная каких-то таких полудвижений, полунамеков. Он там о чем-то себе думает. Она остается в городе, он уезжает. Ну, в итоге как ситуация разруливается? Он уезжает. При этом обычно они, например, ездят на несколько дней, они там ночуют, ну, и как-то проводят вместе время. А здесь ему то ли оставаться, то ли звонить. Ну, в общем, понимаете, что начинается вот целая такая какая-то кутерьма вокруг вот этого непонятного расстройства. И, да, к чему мы этот разговор, или я этот разговор завел. Мы сейчас попробуем отойти от медицинской стороны вопроса, да, и выявить сторону вопроса коммуникационную. Как посредством вот этой возникшей болезни они общаются. То есть как нарушение какое-то становится фразой или целым монологом к близкому. Монологом, который, конечно, наверное, обычно человеку хотелось бы, чтобы он, во-первых, был услышан, чтобы он превратился в какой-то диалог, да, чтобы близкий муж или жена откликнулись как-то и сказали, а что с тобой происходит и так далее. Причем здесь же тоже очень тонкая граница. Очень быстро можно свалиться в обсуждение болезни, а близкие про болезнь ничего не понимают. Я ничего не понимаю про страх, я ничего не понимаю про бессонницу. Но это тебе к доктору надо, иди к доктору, да, со всей нежностью, ответственностью, уверенностью говорю. Иди и там решай, я вот могу тебе денег дать, могу тебя подвезти, могу подождать в коридоре. Но я не очень понимаю, да, ну вот так вот. Вот, но при этом вокруг этой истории разыгрывается целая система, целая, ну, такой вот, внутри этой истории, целое важное какое-то, важные какие-то взаимодействия происходят. Вот об этом я. И таких примеров достаточно много, касающихся и вдруг или не вдруг заболевших детей или взрослых детей, мужчин, например, там 35 плюс 30. плюс 35 плюс 40 и так далее, выпивающих и живущих со своими родителями, да, такие мужчины работающие, умные, замечательные и так далее. Но вот эта пожилая супружеская пара вот имеет в своем составе такого ребенка, и это тоже определенная коммуникация, да, для семьи. Это что значит? Этот ребенок и не вывалился, не выпал, не вылетел из гнезда, из семейного, да, и вроде уже взрослый, и он как будто застрял. И как будто можно на это посмотреть так, как будто алкоголь это то средство, которое удерживает его внутри вот этого родового гнезда, да, потому что вылететь он не может, да, его бросить нельзя, на дачу нельзя поехать на то же самое на несколько дней, потому что он здесь непонятно, что с ним будет. И супруги то ездят попеременно, кто-то один дежурит, ну, в общем, тоже такая целая история. Вот таких историй очень много, и точнее не так. Каждый раз, когда человек приходит с каким-то расстройством и нарушением, там можно найти эту часть, и очень часто она бывает значимой. — Вот вы говорили про семью, где муж с женой выезжает на дачу, там несколько дней, и жена, не знаю, это у меня, ну, так я позволила себе пофантазировать, что вот она не может ему сказать, я хочу, чтобы ты остался. Он ничего не знает про страх. Знает ли она про свой страх, ну, достаточно ли он у нее сформулирован для осознания, чего она боится в этот момент. Ну, могу предположить, вот как раз, если говорить про фантазию, то есть дома она боится остаться, когда он уезжает на дачу, потому что она останется одна, вдруг ей станет плохо, ей некому будет помочь. Если она уедет на дачу, то до туда скорая будет ехать очень долго, и тоже ей не смогут помочь, и так как она не может высказать это все мужу, возможно, она злится, но эту злость не допускает до собственного сознания, и это еще больше вот служит такими дровами в топке ее симптомов, ее вот этого плохого состояния. Ну, здесь масса вопросов. То есть это некая такая ловушка, да, причем такая многоходовая, где человек оказывается вот в ней замкнут, и как будто бы в этой ловушке нет правильного действия, нет правильного решения, нет, ну, кажется, что нет выхода. Лен, я думаю, что иногда, может быть, если сейчас люди, которые нас смотрят, зададут вопрос, чего с этим делать, ну, такой классический традиционный вопрос. Ну, конечно, да, хочется спросить, что с этим делать. Да, но мы все-таки, мне кажется, как-то подходим к каким-то решениям периодически. Вот, ну, так получается, что у нас, у людей, находящихся вместе, иногда нет языка для описания этого. То есть не в том смысле, что он, ну, это русский язык, и что он задан каким-то образом, а что нет нащупанного языка, нет того языка, где по ним, вот кто-то может сказать. У слов, когда есть слово, у каждого есть образ слова некий, да, что надо сказать. Я сейчас поясню. Это даже будет недостаточно, может быть, сказать, что эти, ну, какие-то люди, которых мы сейчас обсуждаем, может быть, мы с вами, да, может быть, другие люди, они не говорят о чувствах. Ну, это модное сейчас, надо говорить о чувствах. Ну, окей, но вопрос здесь может заключаться в том, что можно поговорить о чувствах, ну, или как бы поговорить. Мне страшно, да, а я за тебя беспокоюсь, а я еще глупо себя чувствую, а я тебя люблю, ну, и так далее. А у меня чувство вины. Да, вот они поговорили, и вроде бы, и ничего не изменилось. Вот, и вот этому специалисту, который советует разговор о чувствах, они могут прийти и сказать, ну, да, мы поговорили, и ничего от этого не изменилось. Полгода говорим. Да, полгода говорим. Вот, и это такой, это не язык о чувствах, скорее, это язык об их чувствах. Это какой-то специфический язык, их личный, там, где они понимали бы, там, где они, может быть, понимали, чем эти поездки на дачу важны для них обоих. Они, ну, я понимаю, что у дачи есть, сегодня мы о даче говорим, что у дачи есть вполне себе вот этот понятный, ощутимый, телесно ощутимый компонент земли, растений. Да и растения, мне кажется, люди даже больше про растения понимают, что они страдают без воды, их надо полить, и они стремятся, в принципе, избавить растения от страданий в какой-то степени, от гибели. Вот, и я иногда думаю, мне интересно, люди, которые, вот, ну, супруги, которые занимаются на даче, вот, очень слаженно, носят воду, что-то там пропалывают, да. Это же очень важная часть какой-то совместной жизни, отношений, которые, вот, я думаю, есть ли какой-то эквивалент в городе этому, вот тому, что можно было бы с таким же взаимным участием сделать. Да, слаженно. Вот такой вопрос, который можно было бы, не знаю, задавать, обдумывать. Может быть, у меня будет мой ответ на этот вопрос, когда лет через 20 или 25 вы меня спросите, я, может быть, что-нибудь... Но этот вопрос для меня интересен. Вопрос вот этой коммуникативной... У вас должна будет быть дача тогда через 20 лет, чтобы вам можно было сравнить, чем на даче заниматься и чем в городе. Да, это вот вопрос вот этой коммуникативной составляющей и той, о которой вы говорили, где два ребенка идут на карусели, один хочет, а один не хочет. Я, ну, так, в первом приближении думаю, что, например, брат или сестра делают отолжение своему старшему или младшему, да. Может быть, это такой способ сохранить баланс внутри детского понимания, ну, какого-то такого интуитивного понимания системы, чтобы не было напряжения, чтобы не было криков. И в этой семье один ребенок может быть такой шебутной, очень активный и расшатывающий, раскачивающий лодку, ну, условно, лодку семьи, да. А другой ребенок потише, умный, замечательный, молчащий, который эту лодку немножко придерживает. И его, конечно, может быть, больше ценят родители, ну, так, если откровенно признать, потому что с ним проблем меньше. Плюс они, наверное, интуитивно чувствуют, что он, ну, как бы поддерживает их функцию по удерживанию системы от раскачивания. То есть он не хулиганит вместе там с другим, да, а вот он как-то хорошо, вот, лишь бы там сестра или брат не буянили. У кого будет больше проблем, трудно сказать, но, наверное, их ждут немножко разные какие-то трудности в жизни, по ходу движения. Ну, это же вот этот как раз пример, как работают иногда вот эти семейные системы и какую функцию выполняют у них дети. Не обязательно даже брать, там, брат, братьев-сестер или сестеры в одних и братьев. Это бывает с семьями, где и один ребенок, когда родители конфликтуют между собой, если мама, папе предъявляет какие-то претензии периодически. Ну, там, ты такой-сякой разыдаки, не до мужчины. И ребенок, ну, по крайней мере, как я слышу такие истории, уже начиная там даже с трехлетнего, с пятилетнего возраста еще больше, начинает сына стараться вести себя, ну, не как отец, да, брать на себя функцию отца. И вот, ну, на удовлетворение запроса собственной матери, вот если можно так сказать, именно вот в поведении, да, в принятии каких-то мужских решений. Да, они, может быть, эти решения немного наивны, они детские, но это вот попытка, что, играть роль отца? Ну, попытка, может быть, одновременно сохранить и маму, и папу. И если я так это правильно слышу, ход логики, что ли, в вашей истории, эти люди, мы вырастаем, состоящие из двух половин, из папы и мамы, которые внутри взрослого человека продолжают выяснять отношения на осознанном или не очень осознаваемом уровне. У человека появляется, ну, условно говоря, два голоса внутри, которые друг друга перебивают иногда конфликт, иногда соглашаются, но в таких крайних ситуациях они все время, ну, выясняют отношения. И что интересно, некоторые люди, я знаю, это истории из практики, они опознают эти, со временем, эти две половины, как отцовскую и материнскую, да. То есть в процессе работы происходят какие-то воспоминания, да, они актуализируются, где можно четко разделить. Ну, до некоторой степени четко, да, потому что это же все-таки не буквально папа с мамой, а это, ну, как говорят психологи, репрезентации, то есть представленности папы и мамы внутри. Конечно, ребенок же представление о родителях в детстве формирует, а в детстве у него пока ограниченный кругозор и вообще понимание о человеческих натурах, а многое закладывается именно в детстве. То есть это, ну, не отражает действительность, да, то, какими людьми являлись его родители. Ну, по поводу действительности, я знаю, что у нас время заканчивается, коротко скажу, я надеюсь, что мы это продолжим. Действительность – это такая штука, которую, про которую всегда можно вопрос задать, какая она. И кажется, она у нас с вами всегда разная, даже если мы находимся в одной студии в одно время. Спасибо вам. Спасибо, Алексей. Да, до встречи в следующий вторник. Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин